Дорогие соотечественники, вот и отпраздновали мы День Победы. И возникает вопрос, всем ли ясно, всем ли понятен этот праздник, его глубинный смысл. Ведь если хорошо задуматься, если бы не было этой самой Победы, то не было бы и Республики Молдова, не было бы Украины, не было бы Белоруссии, не было бы Прибалтики. Не было бы России, не было бы Чехии, не было бы Польши, не было бы в конце концов всего современного Европейского Союза. Да и Китая бы не было. Говорю вам со всей ответственностью, как человек, проработавший там около четырех лет. Для того, чтобы осмыслить, что означает этот светлый день, что он символизирует, мы пригласили в гости очень достойного человека. Ну, в детстве я мечтал быть летчиком, поэтому этот человек для меня трижды достойный. Это министр обороны нашей республики на период 2001-2004 годов Виктор Гаджук. Здравствуйте. Ну, вот мы, собственно говоря, не то чтобы задали тему, задали лейтмотив, тут куда более широкий круг вопросов, это, как говорят, для затравки. Вот, как вы считаете, вот смерть, вот в каждом молдавском селе, вот в Бутучене, где я живу большую половину времени, наезжая в Кишинев, вот есть обелиск. На этом обелиске имена людей, которые погибли на фронте. И так практически в каждом селе, даже в тех селах, которые ныне практически покинуты населением. И возникает вопрос, эти люди жертвы войны? Или мы вспомним такую фразу, без самопожертвования тогда станешь жертвой других сил? Или это герои? Вот иногда вот можно слышать, мы проиграли эту войну, это нас, мол, детство не касается. Справедливо ли так говорить? Значит, всю Европу, всей Европы это касалось, а нас, как бы мы какие-то особенные на Марсе жили. И то, что делали Советский Союз, Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Франция под конец войны, огромные Китая и многие другие страны. Или это все было так, ну, там, постреляли, погубили людей, типа, ну, и забудем. Вот, как ваше мнение? Я хочу сказать, что вы затронули вопрос, который действительно очень животрепещий. И особенно вот после 9 мая, 7 мая мы обсуждали это, и общество обсуждало, и у нас в стране эта дискуссия ведутся, даже с принятием закона вот от Дня Европы, День Победы, оставить, не оставить. Я однозначно скажу, что я придерживаюсь мнения абсолютно права, как вы сказали, и слышал я от других людей, которые говорят таким образом, что это вообще-то была победа добра над злом. Это была победа нормальных людей, скажем так, существования человечества дальше в том виде демократичном, в котором мы сейчас находимся, или несуществования. Потому что это сейчас никто же не отрицает. И когда мы говорим, что подождите, фашизм, они же несли идеологию высшей расы, то есть все остальные, которые не с ними или не немцы, будем открыто говорить, фашизм это был тогда немецкий, кто не с ними, то это все не имеют права на жизнь. Почему-то евреев затронуло больше всего, в первую очередь. Но эта судьба ждала и всех остальных наций. Славян, думаю, что и молдаван, думаю, что и прибалтов, которые... Рано или поздно. Рано или поздно. Все остальные были ниже. То есть им была уготовлена роль холопов, роль рабов. Поэтому отрицать значение победы в этой войне, ну это никто не берется. Кстати, это берется только наши и некоторые политики, или наши члены общества, которые отрицают и говорят, что мы не победители, мы... Побежденные. Побежденные. Ну это я не понимаю, это для меня не сходится. То, что у нас около 400 тысяч граждан участвовали в этой великой или большой войне, это не дискутируется. Вы сказали про Бутучен, я хочу сказать про села Пепена. То же самое, обелиск в центре села, около 300 фамилий. 300 фамилий. Это погибших? Это погибших, которые не вернулись с войны. Я трезво рассуждаю, я понимаю, что может быть и некоторые не особо горели желанием участвовать в этой войне. Я это понимаю. Но я понимаю так, что человек взяв оружие, идя вперед... Он же не убежал. Он же не убежал. Есть и которые убежали. Вот те, да. Были такие случаи, не надо это скрывать, отрицать. Но масса основная не убежала. Абсолютно с вами согласен. Это 400 тысяч погибших, значит было больше всего. Нет, участвовавшие. Погибший наверняка не тот, кто убежал. Конечно, жалко. Но они, вот благодаря этим людям и многим-многим другим миллионам, которые участвовали в этой войне, был уничтожен фашизм. И мы имеем ту Европу, которую якобы европейцы гордятся, что они имеют. Но они должны признать, они это признают. Что это в результате победы. Ну, хорошо. Коалиции. Коалиции. Да, но в том числе и наших молдаванов. Абсолютно. Европа на их костях тоже. Абсолютно. Мы хотим не признать или нет. Но факт. Мы были в составе той огромной страны. Советского Союза. Мы были в составе Советской Армии, которая возгрузила флаг над Рестагом. Все. Да, участвовали американцы, участвовали англичане. Мы это не отрицаем. Но сами англичане, сам Черчилль, сам Рузвельт признают, что основную роль в победе над фашистской Германией имел Советский Союз. Значит, имела и Молдова. Виктор, к вам сразу вот такой вопрос возникает. Я не к тому, чтобы ни в коем случае не умолить победу при Эля Ламейне. Она в плане геополитики очень важна, безусловно. Или там высадку в Нормандии. Но когда сравниваешь, просто тупо сравниваешь числа, сколько дивизий вермахта было перемолото на востоке, то это как-то где-то речь идет о порядке почти. То есть вот это вот перемолото, особенно вот этот памятник на Курской дуге, где схлестываются, значит, две танковые волны, вот как волна, и одна проламывается, а другая побеждает, вот это просто жуть. Это же были гигантские операции с гигантским количеством боевой техники, причем самой современной. Мы не говорим уже, сколько людей. И в этом плане удивляться тому, что наших погибло столько, в количестве нам удивляться не приходится. Видимо, основной, вы как военный, как специалист, основной, видимо, нагрузка, вот театр военных действий, где вот эта масса схлестнулась и надломилась, это очевидно, это все-таки на востоке. Это никто не отрицает. Я еще раз говорю, даже историки, западники, американские, и они все прекрасно понимают, что основной вклад в победе, основные силы, это Советский Союз. Вообще, Второй фронт был открыт в 44-м году, это уже в конце войне, и то, и то, когда американцы, англичане поняли, что Курск произошел, Сталинград, Курск произошел. Что нет, что это уже пробыло, это уже было, уже советские войска вышли на рубеж Советского Союза и пошли дальше. И они, есть такое высказывание Жукова, который Жуков, когда подходил к Берлину, говорит, дайте мне еще три дня, и мои танки будут омываться в Ла-Манше. То есть мы пройдем дальше, мы всю Европу оккупируем. То есть импульс, инерция уже была. И уже на то время военная машина Советского Союза была настолько укреплена, настолько боеспособна, что противостоять им уже никто не мог. И это стало очевидно. И это стало очевидно. И американцы поняли, что они тоже должны свой вклад внести в это. И потому что ясное дело, что после этого возникла и холодная война и так далее. Так вы представьте, был у них страх. Конечно, был страх или уважение, скажем. Я читал в детстве книгу, у меня дома было письма Черчилля и Рузвельта, и Иосифа Сталина. Это очень интересно, когда читаешь, с каким почтением, особенно после битвы в Сталинграде, какие подарки они делают. Они понимали, что решающая роль советской армии, красной армии, русского солдата. В принципе, это простой солдат. Я хочу все равно высказать по поводу Георгиевской ленты. Потому что много домыслов, разговоров и так далее, что вот это надумано, что это не является символом победы. Это является символом победы. И о том, что менталитет, вот как используется. Значит, в 43-м году была сделанная новая медаль. Орден слава. Первый, второй, третий. Орден славы. А, как когда-то орден святого Георгия в Сталинграде. Абсолютно верно. И тоже вот этого цвета. Цвет тоже. Такой же цвет. И награждались только рядовой и сержантский состав. И что мне вот понравилось? Только за личный вклад. То есть, лично что сделал человек? Лично, допустим, взял в плен кого-то. Лично... Виктор, вы летчик. Я слышал, что и лейтенантам давали. Почему? О, младшим лейтенантам только давали. Почему вы как летчик объясните? Давали, потому что хотели показать именно мужество. А, скажем так, это рядовые воздушного фронта. Так точно. Это самый простой. Это лейтенант, это как бы рядовой. Вы сами ответите. Но, в принципе, это было для того, чтобы все солдаты, простые солдаты, они понимали, что только они достойны. И они сразу чувствовались уважительны. Вообще, мы чествовали кавалеров трех орденов, первой, второй и третьей степени. Они на уровне Героя Советского Союза. То есть, три градации ордена славы, это как бывшего Георгия. Это приблизительно как Героя Советского Союза. И почему? Потому что те, которые воевали, вот эта многомиллионная армия, они действительно помнили, что и в царское время, в царское время, тоже солдаты и унтер-офицеры, награждены, Жуков, кстати, был в царское время награжден крестом, Георгиевским крестом. Такого же цвета. То есть, ассоциация мужества, ассоциация любви к родине. Личного. Личного мужества. И вот, я думаю, ну, можно про Сталина говорить, что угодно и как угодно, и есть его преступления, и это никто не отрицает. Во всяком случае, я понимаю это, что есть много ошибок, приведшие к жертвам. Насогибели людей. И так далее, ГУЛАГ и так далее. Но в то же самое время, но в то же самое время, нельзя отрицать его качество, которое он сделал таким образом, что он смог переномить ход войны, он смог внушить этого солдату, организовать, внушить ему, чтобы он отдавал жизнь не за деньги, не за деньги. И нам надо внушить дух, что мы победим. Наше дело правое на медали. Возвращаясь к этой ленточке, значит, в 45-м году была медаль за победу над Германией. 15 миллионов было этой медалью награждено. То есть, все практически военнослужащие, даже которые не участвовали в Германии, и это в сознании людей, вот это и есть победа, это и есть мужество, героизм простого солдата. Каждого личного. Абсолютно верно. Поэтому вот и имеет такой, скажем, популярность. То есть, говорить о каких-то спекулятивных подходах не приходится. Это люди заслужили. Я, кстати, на днях тоже был заинтересован, потому что, ну, знаете, к сожалению, у нас общество нетолерантное. Если ты одел триколор, триколор, значит, ты румынский гражданин или с Румынией, а если вот эту ленточку георгиевскую, значит, ты пророссийский. Абсолютно это не должно означать. Вот я лично исхожу из других позиций. Что это, скажем так, ложное понимание этих символов. Абсолютно верно. Я вижу очень просто. Триколор – это знамя нашего государства, нашей республики Молдова. Конечно, мне больше нравится, когда есть стема. Когда на ней наш герб. Герб. Это ясно. А георгиевская лента, это означает, что ты с уважением относишься к той победе 45-го года. В которой сами наши деды и участвовали. Все. И отрицать это, ну, не знаю. И вот у меня такой еще возникает по ходу вашего повествования, образ. Значит, я как-то очень долго и серьезно и упорно изучал историю Стефана Великого. Такой, как она была. Потому что есть одни домыслы, другие домыслы. Каждая историческая школа в нем подчеркивает одни части и замалчивает другие. Он был таким, как он был. Но то, что этот человек, помимо того, что был великим воином, это никто не может отрицать, дипломатом, этот же человек сохранил православную духовность в тот момент, когда еще Русь не поднялась. Она не стала еще третьим Римом. Вот Константинополь рушится. На Афонской горе монахи чуть ли не разбегаются. Вот все это православие, вот эта огромная территория, оно начинает рушиться. И вот болгарский академик Атанасов, умнейший человек, он говорит, в течение 20-30 лет, когда второй Рим, Византия, Константинополь рухнул, а третий еще не поднялся, говорит, этот мало кому известный молдавский принцип, как мы говорим, воевод, он держал, говорит, на своих плечах, не только в плане военном и так далее, он, духовность вот всего этого православия, то, что сейчас называют русский мир, еще русского мира не было. Держал вот этот молдаванин. И говорить, допустим, о его патронах, во все согранировшиеся боевые штандарты, везде святой Георгий. Так спрашивается, ребята, вот лично для меня Георгиевская ленточка, я в ней слышу и звук копыт коней кавалерия Стефана Великого, и звук копий его ланчеров. Вот не кажется ли вам, что вот это не случайное совпадение, внимание, русского еще мира, как такового не было, а вот основы сохранить православие, я не говорю в религиозном, там одни католики, христиане, другие там, другой веры, другого толкования, допустим, протестантов возьмем, там, англиканское, я говорю о другом. Для меня дух православия, это дух нашей общей духовной традиции этих мест. И в Румынии, кстати, он сохранился, и неизвестно бы еще, что было и с соседней этой страной. То есть, вот мы говорим, дух предков, дух предков, дух предков. Случайно ли, Виктор, вот такие совпадения исторические? Я думаю, что не случайно. Я хочу здесь уточнить чуть-чуть, что... Внимание, я что подчеркиваю, что когда вот говорят о русском мире, никогда не надо забывать, что правильнее в данном случае говорить о мире православия. То есть, это куда более, что это болгары входят, и Румыния входят. То есть, это мир всех наших предков, в том числе и русских. Как и в Победу, кстати, вложили и русские люди, вон у меня дед под Москвой, и молдаване, вот мой под Берлином где-то, и украинцы, и другие народы. То есть, что надо, мне кажется, вот то, что Святой Георгий, это был патроном, это известно всем на его штандартах, Стефана Великого, говорит, что вклад наших предков, куда более значительный, чем кажется современным историкам и политикам. Нет ли такого, если Атанасов болгарин это говорит? Я все-таки уточнение хочу доказать. То есть, как бы если вглубь веков чуть-чуть. Это однозначно, что Штефан Великий, он был величайшим нашим правителем, и то, что при нем Молдова была крупным государством, с которым считался Папа Римский, и о духовной части. Это основная часть, что, вот когда вы говорите, да, действительно, Святой Георгий, это было на флаге, на личном флаге, штандарте Штефана Великого. Это не отрицается. Ну, единственное, что лента георгиевская была, кстати, в 1700, если я не ошибаюсь, сейчас 1794, в 1700-х годах при битве под Кахулом царица российская издала указ о обнаграждении военных участников этой битвы личным оружием, и тогда на холодном оружии вот и этой лентой, чтобы это было отличительная черта, что это именное награжденное оружие. Именно при Кахуле. Так точно, так точно. Это исторический факт. И теперь хочу вернуться к Штефану Великому. Вот вы говорите про русский мир, что тогда Россия была... Она только поднималась. Только поднималась. 20-30 лет надо было. Я с одним моим хорошим другом, ну, он придерживается других взглядов, так скажем. Естественно. И проевропейский, говорит, что мы ничего общего не имеем. Это когда ему такой простой факт. Говорю, а ты знаешь, что в принципе дочка, родная дочка Штефана Великого была выдана замуж за сына Ивана Третьего. Того самого, кто Москву сделал Третьим Римом. Так точно. И говорю, и вообще, ну, скажем, долгое время у нее уже был сын, и сын должен был стать наместником. Дед его назначил. Но... Мало того, его первого венчали не на Великое Княжение, а на Царствие, Кесарь, по Константину. Это чудо. когда два историка дискутируют. Правда? Интересно. И он говорит, как так? Я говорю, а ты представь себе, что он был на свадьбе, Штефан участвовал на свадьбе с русским царем, целовались, обнимали, пили. Он дочку выдавал. Да, через 15 лет... Были сложности. После этого были интриги. Интриги были. Она, кстати, она была предупреждена папой, не влезай ты, она, у нее как раз было отклонение от христианства, от религии православной. Вот она как раз связалась с оккультными личностями, которые вели как бы другую пропаганду в другую степь. Это была ошибка. Это ее ошибка была. Это ее и погубило ее и сына его. И долгое время, конечно, Штефан был обижен на русского царя. Но... Тем не менее. Но тем не менее, он поддерживал хорошие отношения, нормальные в плане экономическом, в плане политическом. И он считал всегда Россию... Извините, когда дочь выдаешь замуж, то ты выбираешь кому. Значит, ты потенциальный друг. Ты хочешь, чтобы эта страна... Это символ доверия. Вот поэтому я, честно говоря, смотрел визит президента Додона в Москву. Я вспомнил 1470 год, когда Штефан Великий был и сдавал дочь замуж. Я прошу прощения, перейду на ты, поскольку мы очень давно знаем друг друга. Ты знаешь, вот я когда смотрел, вот стоит Путин Додон и играется гимн нашей страны и гимн России, у меня как-то мелькнуло, вот как в операции тадададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададад в сердце, и все опять же где-то тень вот этого Георгия Победоносца, как будто вот где-то она чувствуется за кадром. Есть такое, потому что психика человеческая, она быстрее, чем разум улавливает какую-то истину, какую-то правду. Интуиция. Она быстрее, чем мозг работает разумный. Я придерживаюсь в этом плане мнение такое, что во многом зависит от личности. И может это неправильно, потому что и вы учили марксизм, ленинизм, и я, да. И там говорили, что это массы, сначала массы должны, а потом герои появляются. Но я придерживаюсь своего личного мнения, считаю, что если есть личность, то он может организовать и платить массы, и повести за собой массы... Черчилль в Англии? Так точно, так точно. Все уже думали, что все, а он сказал нет. Даже при Советском Союзе можно провести примеры, когда приходит личность, и он мобилизирует всех. Какими методами? Мы не будем сейчас говорить. Стефан? Но вот об этом я говорю. Очень хочется верить, что президент Дону такая же личность сильная, упрямая, настойчивая, с хорошими организаторскими способностями, и очень хочется верить, что переломится вот эта ситуация в нашей стране, вот этой стагнации. У нас стагнация, неуважение в своей идентичности. В общении, да. Поэтому я возлагаю большие надежды, что этот перелом состоится. Вот сигнал такой, его визит в Москву. Я не за то, я хочу еще воспользоваться ситуацией, что вас можно говорить спокойно и свободно, и зная о том, что вы меня не оскорбите ничем. Никогда в жизни. При любой моей позиции. При этом, конечно, я не за то, что мы должны дружить с Россией, вот он поехал и так далее. Да и он сам сказал, мы должны иметь нормальные отношения с всеми нашими, в том числе с Евросоюзом. В том числе с Евросоюзом. Ну, я уже, будучи пословом... Хотя бы потому, что наши молдаване погибали за то, чтобы этот Евросоюз сейчас пребывал. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Больше того, дед моей жены похоронен в Германии. Похоронен в Германии. О чем мы сейчас должны говорить? Все. По ампус пункту. И таких дедов и родителей... Тьма. Иметь нормальные отношения с Евросоюзом, с Россией и Соединенными Штатами. И у нас есть возможность построить свое нормальное государство с нормальной экономикой, с нормальными взаимоотношениями. Это все возможно. И жизненно необходимо. И иметь лидера, который ставит себе эту цель и идет к этой цели уверенно, несмотря ни на что... И это жизненно необходимо. Поэтому вот я помню вот его посыл это нейтральность государства, это православие, это хорошее стратегическое отношение с Россией, хорошее с Европой. Почему наши политики... Нет, вот мы с Европой значит, это враги. или что-то. И болтаемся вот так. Не может этого быть. Вот надо... В современном мире. Так кто... И мы в центре Европы. От Атлантики до Урара. Ровно в центре. Вот. Совершенно верно. Я уверен, что если румынское руководство посмотрев... Вот я уверен... Я знаете, смотрел специально после парада, после... Я участвовал в манифестации на мемориале и приехал домой и думаю, давай посмотрю, что в мире творится. Как отряд. И Евросоюз. Я смотрю Евросоюз и я вижу картинку. Я вижу картинку Москва, Кремль, Путин, Додон, потом Медведев и другие. Да, кстати, интересно, они двое впереди, а Медведев и все эти... Это, я говорю на особом почете. Это редчайшая честь. Это особо почете и уважение. Для всего нашего народа. Я воспринимаю это как... Для всего нашего народа. Абсолютно верно, потому что как относятся к президенту, значит, так относятся к стране. И наоборот. Поэтому я очень хотел бы верить, что и другие руководители, и Евросоюзов, без взаимной ненависти, спокойно воспримет эту ситуацию. И давайте обсудить. Я уверен, пригласят его и в Украине, и в Румынии, и в Германии, и в любой другой стране. Игорь Николаевич, он готов к обсуждению и рассмотреть все возможные... По существу. По существу возможные точки соприкосновения, что приносит улучшение благосостояния. Я думаю, что любой президент на сегодняшний день любой страны, он хочет... Ну, я так думаю, мне так хотелось бы. Он хочет благосостояние своему народу, чтобы все жили хорошо. Что означает хорошо? Это означает достаток, разумный достаток, разумный для всех. Это означает безопасность, чтобы люди чувствовали себя на улице, чтобы мог оставить машину спокойно на улице, чтобы мог спокойно гулять. Чтобы знал, что его бомбить не будут. Отсутствие коррупции. Проходили. Отсутствие коррупции. То есть, нормальные взаимоотношения, нормальная законодательство. Среда дружественная. Вот немного вещей. Немного, так уже сказать. А как тяжело их добиться? Я думаю, что вот меня радует еще то, что он молодой. Энергичный. Энергичный, здоровый. Я уверен, что вот те исторические корни, которые мы начали с Штефаном Великим, а я уверен, что и Дмитрий Кантемир. То же самое. Подождите. Так у нас, оказывается, веками тянется вот эта дружба, вот эта тяга к сотрудничеству. Вот то, что, Виктор, ты назвал Кантемира, мы можем еще назвать ряд. Это говорит, что это есть непрерывный процесс. Это не ситуация одномоментная, конъюнктурная. Это исторический процесс. А с историческими процессами не шутят. Всякая попытка сдвинуть исторический процесс с его русла заканчивается одним и тем, что он всегда упорно возвращается в свое русло и нормальное течение. Что бы ни случалось в этом мире. Но я хочу все равно. Но за это надо бороться. Это первое. Второе. Не надо при этом превращать оппонентов или с другой стороны в врагов. То есть, нельзя левый и правый берег нигде. Они оба два берега одной реки. Абсолютно верно. И я думаю, что это удастся нам. Я думаю, что у нас общество потихоньку-потихоньку созреет. И перестанут правые партии, которые правой стороны придерживаются, видеть и постоянно везде видеть, даже заявлять, что Россия является оккупантом, что Россия это потенциальный агрессор, и мы не должны дружить с ними, мы должны против них воевать. или типа это наши враги. Как это будет риторика продолжаться? Это во вред нам. Вот смог позволило ему ум или ситуация, скажем так, создать такие великолепные отношения с руководством России. А я сегодня, кстати, слышал по радио, что уже и Криково может поставлять вино в России. Прямо сегодня уже 22 предприятия могут. Было Приднестровье 2, было Гагаузя 9, и теперь вот еще и Киш. То есть, ну, можем мы там, это перекращайте вы лить грязь туда. Конечно. Зачем? Что это даст? Чтобы выслужиться перед Кианом. Так не оценят. Мы же уже видели, сколько раз, не хочу назвать имена, чтобы никого не оскорблять, сколько раз те политики, которые делали ставку на то, что, знаете, как моська, вот погавкает на слона, ему, мол, хозяин кусочек колбасы или что-то даст. Не дает. Это просто бесполезно. потому что большие игроки играют свои большие игры, а мы, которые не являемся, так сказать, вот этими первичными, нам надо сохранять свое достоинство. Вот это самое главное. Это что значит? Это значит сказать, ребята, мы понимаем, вы воюете за геополитически, очень серьезные интересы, где тут никого не жалеют, ничего. Но вот мы небольшой, маленький народ. Мы за то, чтобы вы все вспомнили, за что проливали кровь и ваши, и наши предки, мы все воевали за то, чтобы в мире было чуть больше справедливости и чуть больше человечности. Это очень важно, потому что политиков иногда заносят. Это известное дело. Я думаю, что вот это люди и в Евросоюзе, и люди в России. Я уверен на той же Украине, вот говорят, вот, одни их обливают грязью, другие там герои. А ведь по большому счету, если вот мы вспомним, вот те, кто сгорели в Одессе из-за вот этой георгиевской ленточки, а недавно вот сейчас 9 числа прошла демонстрация, вот этот знаменитый бессмертный полк в Киеве, шли люди и видно было, что население их поддерживает. Значит, помимо политиков, помимо этих дерганий курсов, то на восток, то на запад и так далее, есть вот этот поток истории устойчивый человеческой памяти, человеческой совести, и он нам дает надежду, что вот память, историческая память, историческая совесть, это все-таки некоторая галрантия, что человечество не движется в никуда, не движется, а ведь временами такое ощущение, как военный, как человек, профессионал, иногда так жареным пахнет, что ой-ой-ой, и непонятно, то ли жареным пахнет от того, что резко затормозили перед обрывом, и резина горит, и потому это запах гари, или потому, что все-таки ума хватает не переходить границы, что человечество, мир сейчас общий, вот когда говорят долой глобализм, там все такое, ребята, давайте не будем путать, мир глобален, это глобус, а вот мир перестал быть монополярным, да, это медицинский факт, появились полюса, и значит в этом мире надо научиться как-то договариваться, как-то жить дружно, иначе беда будет, как военный. Причем с точки зрения военной, я скажу так, что если будут затронуты страны, у которой есть ядерное оружие, это будет не беда, это будет очень большая беда, это катастрофа для всего земного шара, и я думаю, что, ну, те руководители этих стран, они это осознают и понимают, и вот когда подходят к этому обрыву, у них хватает мужества или разума остановиться и вступать в переговоры, в дискуссиях, видеть, потому что, ну, 60-е годы, это карибский кризис, это было тоже на грани, сейчас более-менее хорошо была холодная война, это, но тишина, более-менее сейчас спокойно, и я уверен, что Соединенным Штатам нравится, и мне не нравится, но они должны свыкнуться с мыслью, что есть такая страна, есть Российская Федерация, в которой есть ядерное оружие, есть хорошая армия, есть Китай, Ваш любимый, есть Индия, поэтому мир стал многополярным, надо договариваться, надо все делать для того, чтобы бороться с терроризмом, с коррупцией, чтобы вот не допустить представителя терроризма, ну, у Европы есть проблема с мигрантами, это, ну, не искусственная проблема, но тоже ими созданная, потому что не наворошили, не начудили там, до этих весен, да, арабская весна, Аливан при первой ласточке была, да, это все привело к тому, что вот появились вот такие много-много ступенчатые проблемы с Турцией и так далее, очень хочется верить, я по натуре оптимист, что это все решится в положительную сторону, хочу вернуться, чтобы еще раз о том, что есть ли возможность у нас дружить и иметь хорошее отношение с Западом и с Востоком, так все да, я понимаю, что зависит от Соединенных Штатов, от России, от как они договорятся, и наша судьба в том числе в некоторой степени, и решение Приднестровского вопроса, никуда не денешься, да, но, но не в меньшей мере и от нас самих, я уже говорил свою позицию, когда мы сами будем все знать, как устроить свой порядок внутри страны, что мы хотим, от этого зависит, что в мире будет, так точно, я вспоминаю, в 2008 году пригласили генерального секретаря НАТО, и он открытым текстом сказал, вы хотите быть нейтральной страной, пожалуйста, мы приветствуем это, мы поддерживаем это 2008 год, прошло 5 лет, и вдруг уже другие заявления, что вы так далее, так далее, я отбыл внутренний посыл руководства здесь, в Кишиневе, что мы хотим вот это, вот это, они передали послу, я посретился с генеральным секретарем, говорю, мы уедем в Кишинев, вот Кишинев хотел бы услышать ваше отношение к нейтральности нашей городки. Генеральный секретарь НАТО вы имеете в виду? Так точно. То есть вы лично с ним обсуждали эту проблему? Конечно, и... Дорогие телезрители, это очень интересный момент, мы не очень хорошо знаем историю собственную, и не только, что было сколько лет тому назад, а вот буквально речь идет где-то, ну, 10 лет. Да, 2006 год был, 2008 он приезжал сюда. Расскажи, вот как из первых хост, пусть люди услышат. Ну, во-первых, ну, мне помогло, мне помогало очень много в своей работе послом в Бельгии и при НАТО в том, что я был экс-министр обороны, то, что я был генералом, но больше всего мне помогало, что я был летчиком-истребителем. И когда я говорил, что я летчик-истребитель... Уважение. Уважение. Вот вы даже, вы первые в начале сказали, что у вас это вызывает особые чувства. Особые чувства вызывает. И в принципе, я знаю очень много людей, которые действительно с уважением и почтением относятся к людям профессии, вот летающей профессии. К летчикам особое отношение. И это мне помогало. Второй момент, я его встречал в 2004 году, когда он генеральным секретарем приезжал в Кишинев. Я в качестве министра обороны. Когда я поехал туда уже, ну, мы встретились уже как добрые знакомые. Был и президент Воронин, там подписали мои соглашения о плане, индивидуальном плане сотрудничества. И когда в 2008 году я ему сказал, наша страна нейтральная и мы хотим услышать четкую позицию НАТО относительно нашего вопроса. Как вы? А он говорит, а вот ты скажи, а руководство ваше, что оно хочет услышать? Я говорю, хочет вот этого услышать, что вы уважаете наш суверенитет, нейтралитет, и вы довольны вот этой положением дел. Более того, вы приветствуете наше участие. Мы тогда участвовали в разных программах гуманитарного характера, как уничтожение меланжа, противопехотных мин и так далее. И все. Приехал Кишинев, слово в слово сказал о том, о чем мы дискутировали вдвоем. Не все может делать посол, но вы это прекрасно знаете. Но лепту свою месседж свой он должен донести и аргументами, и убедить. Спасибо большое к сожалению передача. Убедил и ведет. Нет, почему убедил. Я скажу другое. Очень приятно слышать то, что говорят не просто свидетели, а участники этих событий. Это люди, которые знают, что было на самом деле, а не то, что картинки или газетные статьи. Большое спасибо. Всего доброго. И вам спасибо. Очень приятно было с вами. Дорогие соотечественники, у нас в студии был Виктор Гайчук, министр обороны. Человек, который прекрасно знает цену человеческих потерь. Человек, который каждый раз садясь в кабину своего самолета, знал, что в полете может случиться всякое. Но мы знаем одно, что свободный человек, это только человек, свободный на самопожертвование, а раб, его судьба такая, им будут жертвовать другие. И вот доставшиеся нам от наших далеких предков, мы упомянули здесь и Стефана Великого, его патрона Святого Георгия. И ту ленточку Святого Георгия, Георгиевскую ленточку, с которой выходит на улицу каждый совестливый человек, который знает, что его предки, в том числе и наши предки молдаване, я под молдаванами понимаю всех жителей Молдовы, всех этнических принадлежностей и культур, мы внесли свою лепту в спасение Европы и в спасение всего мира. Всегда помните о своих предках, потому что, как говорит китайская поговорка, тот, кто не уже уважает своих предков, того не будут уважать его потомки. «Стар» 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 Субтитры создавал DimaTorzok